Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Корею, Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, должна была появиться в верхнем правом углу. Ну а спонсоры канала все видео из этой партии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. Всем остальным, приятного продолжения просмотра. Эх ты, монгол, ну, как бы... А кого ты я встретил? А, ты видишь это озеро полностью его? Михаил. Гербанос. Вот на его берегу выше риса. Будем дружить. Так, так, три хода. А где молодцы? Тут ускоряем мастерство. Мертвое. Ой, ладно. А, вот, вижу. Ну я далеко, очень далеко. Навигацию по звездам заодно. Отлично. Давай так. Ты, Варваров, этот лагерь ходишь? Я его даже не вижу. Слушайте, антиохия, меня сама встретила, походу. Где очки? Мне очки не нужны. А, окей. Так, этот у нас будет вырубать вот здесь лес под кампус. А, нет, давайте мы этого отправим. А вот этого сюда вырубать лес под кампус. Точно. Анарх, коммунист, мне просто напрягает вот эти два убитчика. Ты зачем-то охотишься или хочешь? Да ты успокойся. Не пакам варланами. И давайте монумент лучше здесь. Хотя блин, я амбар тут у меня. У меня там еще лучник. Это трендец с твоими десятью военной мощи. У него семьдесят шесть военной мощи. Борода, я имею в виду, но оборона. Моя оборона. Поэтому я сейчас просто иду и забираю. Налегке. Он начал вырубку как раз заканчивается. Против цивилизации, за которую играет Михаил, самое-самое то. Ну а что он куда там? Я уверен, что он не пошел в уникалов. Он куда-то в другое место. Блин, чё я всех стал встречать? О! Потому что у меня какой-то... Ой, у меня просто варвары, не знаю, сейчас уничтожили, похоже. А где мы встретились? Привет, Алексей! Здорово. Я подкрыл своим границам. А, вижу, вижу. Окого озера, про которое ты говорил. Я как раз его там рядом был. Прибежал поздороваться. Ты-то меня не будешь вдвойном бросать? Конечно, буду сейчас. Да ладно тебе, ну чё ты начинаешь-то? Так, походу тут Михаил уже поставил город и... Ну он там, видимо, с другим чуваком будет драться. Блин. Эти мне не нравятся фафашки. Ты кому-то войну объявишь, человек уже в соплях сидит, просто слезы льет, крокодилья. Какая-то непонятная. Я захотел сначала сказать самокритику, окей. А потом понял, что он не про себя. Кстати, Алексей, а ты где вообще? Я слева от Михаила. Ну так я иду по этой кишке, ну, в ГГшку уже практически... Короче, меня уже трое встретили. Я думаю, видят, как у меня цивилизация. И прикол в том, что я не могу вот то, что у цивилизации много где поставить. Спасибо, Карти. Это очень печально. Это очень печально. Там же нужно... Нужен же... Кабанаж подходит. Там не надо, чтобы много ландшафта было вокруг. Надо немного, надо хоть один, чтобы ландшафт этот был. Там в салфе все плохо. Да. Вот мы и встретились. Ну, понятно теперь, кто выиграет, как бы. Ага, ага. Теперь посмотри, сколько у меня науки, и сколько у остальных. И что? Я только что рассказ... Я только что жалился на свою судьбинушку. У этих-то людей понятно почему. Я не могу поставить свой район. Я уверен, что-то найдешь. Найду, найду. Но это будет не так круто, как хотелось бы. Что ж там за уникальный район там? Так. Начинаем строить. Блин, один ход нет. Рано по-разному строить. Я победил религию в одной из последних фашек. Когда захвати, ну, все у него. И получается, чувак перенес на себя религию. И все, собственно. Да. Это публикает. Есть еще приколы, конечно, это 7 морей. Нет, это либо фрактал, либо... Потому что тут сплошная кишка длинная, и... Ну, да, мне надо какой-нибудь этот обработать еще. То есть, это похоже на континенты и острова, на такая же, как фрактал разработаю. Ну, бывает. И либо это фрактал просто очень такой специфичный. Блин. Как бы мне теперь никого не встретить. И очень-очень много пустыни. Стояночка. Это и снизу нестретит, да? А, это я... Да. Так. Так. До нами очень большой промежуток проста. Так, значит, здесь я буду... Сейчас будешь еще истеровать лука на через эту пустыню, и потом еще немного за моим ходом. Так. Дальше. Ты еще и серьезно подумал, что я тебя забирать пошел, Михаил? Все, что угодно возможно. Ладно. А почему бы и нет? Подгадить может. Тут я не знаю. Михаил, предложение. Только я халяскал хочу захватить. А, блин. Я понял, почему я тебя супергерл не увидел, потому что... Какие-то другие цвета у этой цивилизации. Не те, к которым я привык. Так. Тут стоим. Тут будем... Вырубать леса на холмах и ставить шахты. То есть науку получать. Кстати, Халецкий, а в каком озере ты ебел в виду, я просто не очень понял. На котором ты уже... Да, да. А, ну уже поздновато. Похватился я туда... Вербанус который. У меня название вроде отключено сейчас. Где оно? Ты еще дискорд отключи, вообще будет. Тотальная дипломатия. Нет, ну, красками. А, да, все. И чего. Так, ну вышел все-таки в темный век, а то меня тут под конец стали находить все. Так, вот тут надо разведать, надо ставить... Надо строить... Темный век, я... Галеры? Так, значит, здесь поставим плюс 100 к морским юнитам. Здесь, наверное... Вы знаете, пока изоляцион... А, я не могу изоляционизм. Давайте тогда строители, потому что пока я не хочу поселенцев. Я не понимаю, куда мне еще ставить поселенцев. То есть, если только здесь. Калера... Слушайте, я, конечно, там ни на что не намекаю, но там у Алексея 27 военки, и еще у него там плохой старт. Особенно учитывая его цивилизацию... Все, ставь метку, мы туда все плывем просто. Учитывая то, что как бы у него холмов особо-то нет. Я думаю, что Алексей сможет реализовать. Нет, нет, нет. Вряд ли. Создаем коалицию против Алексея. А анархо-коммунист это ты безумный, да? Безумный? Ой, бездомный, извините. Это тебе за... А, так вот какая нация. Зачем? Ты ему... Ходил сейчас. Ну, ничего, у него тут просто ходит его скаут, что-то ходит, рассказывает всем, что я тут. Какой я плохой человек. Да, переключи свой гнев супер-герла на меня. Почему, зачем? Я сейчас пойду на него в лошадях упарюсь, и все мне все равно. Прекрасный план, приходи. Да, плюс один поддерживаю. Ну все, не плачь. Не плачь, не надо. Так, салон готов. Сейчас будет готово. Тружба, а то не так, с тобой твое вай, твое вай. Галерка. Так. Ничего не ускорен. На всякий случай спрошу, а у нас еще религии будет? Не знаю. Привет, Михаил. На привет. Видите, вырубаю без Магнуса. Можешь что-то заложить, пожалуйста. Так. Я потом голдует дам. А кто-то не хотел, как и ускорение. А, все. Ну учти, я за тобой. Или Антиохия хотела. Антиохия походу хотела. Я получил. Как у Михаила хорошо по науке и культуре. Да вообще. А бы одно сказать. Опыт. Так у него три города. У него в соседях. Справа я. Ну и право вверх. И слева еще Алексей. Ему селиться некуда. Я на самом деле на месте. Вот Михаил уже давным-давно. Видим мое положение. Пошел бы на своих уникалов, на меня. А он там куда-то пошел в другое место, я уверен. Дружбу мне предлагает сидеть на такой надсуну. Ну тоже странно. Надо было уже быстренько подсуетиться. Он может просто дружелюбно. Да, бездомный. И тем, походу, надо на 12 компакт запустить. И за каждую целую самому сидеть, играть. Михаил, а давай мы его сейчас попилим на двое. И отправим диаванного аналитика. Сколько осталось? Мы только что заключили. Поэтому не надейся. Не, серьезно, Алексей. Ты хочешь сказать, что это не так? Но это неправильно, я имею в виду. Я считаю правильно то, что каждый человек, когда садится играть в ЦИЛ, играет так, как ему хочется. А я просто... А так я рассказываю, как я выиграл. Как мне будет, понимаешь? Я же не говорю, что это единственно правильно. Ну, вот как тебе захотелось поиграть. Итого у тебя два города, один посел украден. Нет, ты просто запускаешь стрим. Ты же хотел так поиграть. Да, ты запускаешь стрим и рассказываешь о том, как тебе хотелось бы поиграть другим людям, которые хотели бы это слушать, а не игроку, который сидит и играет так, как ему хочется. О, тут есть места, только вопрос... Подождите, у меня... Так, две галеры. Давайте навигацию по звездам, потом галеры пойдем. Блин, ну вот нормально, железо появляется там, где я хотел правительственную площадь поставить. Закрывай сразу. Супергерл, предложение. Ты можешь реально Магнуса еще подождать пока. Блин, а тут... Я думал, тут холм. Это я зря вырубил, значит. Не, я там просто лечусь, я кого принял в дружбу, но я там просто лечусь без зла. Так, вот здесь надо купить, вырубить, поплыть вверх и строим салон. Играйте. Как группу спонсоров получить? Стать спонсором и добавить YouTube к Discord. Так, стоим, лечимся пока. Может, пускай он заберет моего рабочего, он все равно вернется ко мне. и водички. Ща, кажется, я его выкину. Я просто знаю этого человека. А что там происходит? А ты не слышал? Не, не расслышал. Зенец. Хе-хе-хе, хорошо. Там, видимо, подвыпивший. Или подвыпивающий. Кто? Какой-то человек. Да, блин, я еще и плантации не открыл. Блин, как у меня тут все хреново на самом деле. Поиграл за... Что там кто-то во всем воюет, я смотрю. Очки полководства. Блин. Мне на самом деле надо... Так, открываем навигацию, потом в орошение идем, потом в судостроение. Тут я вырублю. Все-таки я дождусь магнуса и вырублю. Блин, и тут мне хотелось бы орошение ускорить плантации, но... Вот эти варвары... Какой-то еще... Хренась, откуда я арму встретил. Так, все, забираем этот район. Идем свинюшек обрабатывать. Хоть что-то я могу обработать сразу. Так, тут ждем прибытия магнуса. А вот тут еще сколько территории. Мне, походу, придется здесь и здесь селиться. Еще. Но мне для этого надо судостроение открывать. Блин. Вроде как и орошение надо ускорять, но тут, блин, варвар стоит этот. А я не хочу этого рабочего терять вот так. Арман сказал создать галеру. Давайте мы галеру лучше создадим и потом гавань. Ну, у меня сразу стоит суча. Алексей, а открытые границы здесь дашь? Ну, давай. Ну, и тебе, и мне, как ты понимаешь, да? Ну, да. Кстати, это, может быть, к этому континенту относится. Тут вот еще... Ну, тут, блин, холмов опять нету. Опять нету холмов. Мне сразу, конечно, придется города ставить. Тут без холмов это так как-то... не прикольно. О, убился, слава богу. Читарошение открываем. Отлично. Мне показалось или ты отказался? Нет, принял. Тут все вырубаем, наверное. Да, но... Шахты строить. Меркудсио, привет. Где ты меня встретил? Вот, возика, этот, ДГшки. А, ну, как сказать, до клеток 30. За каждое полученное ими повышение, включая первое. То есть, мне надо не так много городов повышать, наверное, Магнуса повыше тогда до до снабжения. Так. Тут стоим, ждем его прибытия. Ну, ты можешь сказать, Даша не пройдет. Бразилии... Ой, ой. Плохо, плохо. Да его до этого еще засветили. Да, я хотел сказать, что бездомному, походу, все войну объявляют, да? Почему я дружу с Михаилом? А, то есть, только Михаил, белая ворона, у нас тут. Можно сказать, и так? Ну, вообще, на самом деле, белая ворона тут как раз ты, Алексей, потому что я в окружении таких воинственных наций, а вот ты один такой научный, продвинутый. Так если бы и ты не пришел, и не начал людей на меня натравливать... Научный, продвинутый... Странный, всех, кого я встретил, только у тебя меньше наук, и всех остальных больше, чем у меня. Так потому что я коняшек строю. Вообще, я военка, я же говорю, я сейчас тут пароваться буду. Какой есть смысл мне что-то делать, если вот у меня второй город встал на 20-х и 3-х, Ё-моё. И я сейчас играю в три города, я уже безнадежно, как мне кажется, отстал, тут я никогда никого не догоню. Ой, говорит... Уже спалили нацию даже эту, да? Бразил, который там имеет бонусы от джунг. Притом у него джунгли по перемешку с лесами. Лес вырубаешь, джунгли оставляешь, и как бы очень даже хорошо получается вставать. Не знаю, вот ты хоронишь себя очень преждевременно. Но... Вспомни, если ты смотришь Алексея в ФПАшке, вспомни Венгра, как-то остановил Бразила на какое-то время, а потом... Да. Ты понимаешь, что у меня даже холмов с горами нет. Ой, предлагаешь... Подожди. Отставить из-за в джунглях, да? Почему? Место, леса, вырубаешь лес, ставишь камп. Поставил кару театралок, получил культуру, достаточно, вышел меркантилизм, настроил... бездомный, я так понял, это... Короче, это она наркокоммунизм. Нет, ты понимаешь, у меня было все нормально, то есть я шел рабочим, обрабатывать лошадок. Зифов, а ничего, то что я как бы походил, а ты мне потом войну убил. Леш, посмотри, что там таран был. Нет, подожди, ты как бы... Леш, если я ничего не путаю, по-моему, по правилам в начале хода, бирать война, а не в конце. Фактически. Точно. Я на середине ходу. Меркутс на середине не походил своим войском всем, да, отвел и так далее. Сейчас, прошу прощения, подождите. Я одного из участников партии забанил. Если что, у тебя все юниты походили и только после этого тебя обвели войну. Нет, я говорю о том, что под конец хода он не... и начал ходить своими войсками, то есть в конце хода. Правила же, насколько я помню, не в конце... То есть, если объявляется война, но... не в конце хода, но 25 секунд, это... ну, это много еще в моем представлении. Леша... Леш, извини, конечно, но таймер у нас почти 2 минуты и 25 секунд осталось. Ну, это как бы... Это четверо таймера. Обычно, как бы... Обычно говорят, не за 10 секунд до конца. Вот так обычно договариваются. А как же там эффект, неожиданность, но как бы вот... без этого, что ли? Как бы тогда нужно... заранее договариваться, что к 65-му ходу там в Рим объявляют войну там, не знаю, там, скифу какому-нибудь там... Субергерол, ты немножко, наверное, не услышал там, что в конец хода объявляется война, наверное, не ходится, либо в самом начале хода объявляется война и ходится с юниками, а врать так все было. Конечно, может быть, что-то упустил там, по видео, где-то пропустил какие-то... Извини. В данном случае это критично? То есть, ты требуешь сейф загрузить, чтобы он тебе объявил? Нет, я не требую сейф загрузить, я просто говорю человеку, что он некрасиво поступил, вот и все. Тут я могу согласиться, да. То есть, это вопрос двойного хода. То есть, если ты получаешь преимущество двойного хода, когда соперник не в состоянии тебе ответить что-то. здесь нет, слава богу, не было. Я оттуда пришел, я пошел. Что? Кто пришел? Так, ну... прошу прощения, дай мне чуть-чуть связь. Вала, ты пришел справа или сверху, вот куда я еще пошел, Довольство чуть-чуть поправили. Для тебя справа. Встану тут, потому что, может, бразилиц как-то пройти. Будем следить. Мало. Хаюшки. Слушай, а что, должен тебе метку поставлю? Что, что, для него? Далее, еще куча места, я смотрю, дайте я вообще вот именно эту территорию выгляну. Исследовать. Мне, короче, остров тут. Тут еще надо посмотреть. Тут он малью нас сверху, так? ГБшка, вот это, Дифу, если чоку отчетку. Следующий ход. Что ты говоришь? ГБшка, наверное, следующий ход. ГБшка, на веру, это твоя, короче, ты ее переношел, Слушай, Алексей, я бы подумал, но дело в том, что у меня вообще реально мой чанс. То есть, меня там сто процентов будет. Монгол, забирать рано или поздно за моей науки. Плюс у меня, я вот объясняю, просто у меня второй город стал на 23-22 ход. Из-за того, ну там у нас упорочка произошла, да. Но порываться у него сейчас мне нет смысла, потому что он мечников выйдет и все. У меня, если надо было, то надо было раньше в Каневе ходить и по дурости там пошел железо открывать. У меня вот только одна штука, поэтому... Ну, то есть, ты вообще никак не будешь там не сопротивляться, ничего, просто хочешь пойти, да? Но у меня нет смысла, я тебе объясняю. Я сейчас настраиваю сакони, иду его грабить. Он просто потом приходит ко мне на каких-то мечников, либо рыцарях все выносит. Либо мушкет, но это если я прям очень хорошо буду тут строиться. но я рано или поздно все равно умру и... но это бессмысленно просто. Слушай, может быть, это да, выйти? Тут говорят, мод стоит на улучшенном... Так он же и просит выйти. А, я просто отходил, спорят, я под конец вернулся. Ну давайте проголосуем, кто... Кто не против, чтобы... Не, простите, господа, но здесь я написал, что мы играем по счету, а он мне бац, сейчас сходит убивает человека. биз... Не, ну... Значит, значит, грузим. Лей мне, мучник, я читаю. Ну, в смысле, если он мне тот нужен был, а у меня прокачанный был. Ну, прокачанный потом... Вы оба загрузили? Оба загрузили? Я загрузился. Да-да-да, я загрузился. Ну, давайте, считаю. Раз, два, три. Так, чувак, вышел, я не буду только деньги брать, я заключил мир. Вот это с Бразилии. То есть, он попросился, что типа ему тут ничего уже не светит. Он попросил убить. Мы его отпустили. пока не вижу. Так, из Ян-сана, надавайте. что с компом нельзя делать? Ничего нельзя, кроме войны и мира. Все. Только торговать или... Ой, тфу. Только либо воевать, либо мириться. так, что с этим пойдем красители обрабатывать? Тогда мне не остается выбора, мне его надо это метелить. ну, давай. Так, судостроение открыли. ты видишь метку? Я как бы его своей беде мог захватить, потому что у меня железо нет. Это с радостью. забавно получилось, у него аж вроде там три коня, а у меня один. Ну, то есть, как пострат резк. Хотя, по идее, должно было быть наоборот. да, метку вижу, но она совсем с моей столицей. Может, давай чуть правее тогда от нее. Окей, хорошо. Так, пройдемся по городам. Тут пока производство. Тут производство. Ну, все равно залочено свинюшки, потому что там и вера, и денег дофига. Тут кстати, можно и на еду пока поставить. Ну, и все. Здесь маяк. Так, я не понял прикола. Я строил поселенца, а теперь у меня в юнитах он даже не показывает, что он строит. Ты изоляционизм карточку поставил, небось, да? А, точно. Спасибо. Алексей, Ян сам ты ставил так только для холма? Да. Как-то швыраку стоят. Да. Ну, а где мне еще? У меня просто это единственный холм. Иначе я вообще просто без науки буду сидеть. Я не могу вообще научные районы поставить. Ну, да, конечно, Корея только на холме ставить. Да, только на холме. В том-то и прикол. Она дает всего плюс четыре, скажем, если у гор кто-то может поставить больше, там плюс пять, допустим, то Корея очень печальна без холмов. Это мне напоминает, как я один раз за Спарту тоже без холмов играл. То есть ты не можешь уникально их эти районы ставить. Греческие, Акрополи. Сиди, кукуй, как хочешь. Да, это, конечно, очень грустно. Был бы тут карта Новый мир, я тут, конечно, эгегей. Там же еще шахты рядом с салоном науку дают. Ну, да, да, там в том и фишка, что они плюс четыре всего, но зато шахты плюс один, и там в итоге очень много можно получить. Блин, ну шо и тут нету холма, да? Ну, у тебя и рука быстрая. Вы опять без счета? Не, он просто юнит разведки постоял там, чтобы я не мог приветствую тебе. Привет. Тут уже что-то города стоят. Самая быстрая рука. А, нет, это, наверное, от римского. Хотя минус 20. Нет, дикий запад. тут чей-то город, чей-то города стоят. На том континенте, на котором они воюют. Ну, вот холм. Там от мали будет, да? блин, ну ты куда мне этого? Че, сюда везти? Город стоят. Да, да, слышу, у меня что-то метки прогружаются через два хода. Че, 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 вот тут сюда только салон смогу поставить. Так, мы на счет или не на счет? Че это захочет было? Ну, в смысле, счет прошел, все-таки, выговорить, что-то не было. Что-то посчитать, выговорить, посчитаем. Нет, ребята, если вы воюете на счет, то вы это обязаны делать в самом начале хода, а не сидеть, заниматься своими делами, а потом, типа, ну все, я готов повоевать. Война в начале хода. Если вы не воюете в начале хода, тогда не надо ждать никакого счета. О! Так, подождите, вон там у нас какой-то островок вырисовывается. Ну, это, в принципе, как бы моя территория вот тут, но, блин, тут везде равнины, тут мне нету смысла ставить город без холма. посчитать? Нет, еще. Давайте юнитов немножко поднастроим. Че-то мне куда уже идти, да, дальше. кто спрашивает? А, это я мало спрашивал. Дальше куда? Вниз? Ну, куда ты разведчик пошел там, я рядом с ним разведчиком А, не, не, это тупики такие. Маури. предложение. блин, а может, все-таки действительно это семь морей какие-то, нет? континенты и острова точно, потому что я уже вижу три континента. А я вижу три моря. даже а нет, залив еще нет. Вала, у тебя прогрузился? Кстати, а железа у меня нету. Вообще. Здорово. Я же открыл, да? Да, открыл. Нет, проще скажи, тармы ты там, раньше поставил или ты немного вправе сдвинул? Я на раз, два, три, на четыре клетки вправе вообще в сторону вообще у моря. А, да, все нормально. То есть можно ставить. Не то сказал. Значит, вот клетка, которую я поставил, отсветываешь раз, вот тут я хочу по берегу идти, а чисто по двор берега раз, Обзорить, что там лояльность не сильно действовала. Мистер Альдио, ты подним самым лояльность. Это не какой-то, да? Тут никого не одумал, какая-то цивилизация есть. Вот, слушайте, вот еще место для города. Слушай, так может мне сюда не переться? Давайте лучше сюда прыгаю. Да, 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 чувак. Ты сказал нацю? Молодец. Так, мы все уже, мы уже все увидели, да? Ё-моё. Это как в том анекдоте, когда сидели, поймали ковбой индейцев и, короче, начато там на третьи сутки индейцы по кличке Зоркий Сокол обнаружил, что тюрьмы нету четвертой чего нету? Четвертой стенки. Второй анекдот. Ну, вот тут мне нравится уже, видите, уже есть хотя подождите, это холм с железом, я не смогу сюда поставить, а тут холм с янтарем, блин. А, вот холм. Ладно, вот сюда ставится савон. Все остальное голый Вася, конечно. Так, а город я буду ставить куда? На пшеницу прямо? хотя я могу рядом с озером, прямо на железо поставить, кстати. Пока никуда не отправляем посла. Этим плывем наверное к варварам. и тут исследуем. Блин, тут у чуваков города. Вот хорошее место для моего города, но там уже у кого-то города имеются. не надо расселяться. при при этом при этом еще и юниты подстраивать. вот так сделаем одного прачника построю. савоны савоны поставил. даже видите с савонами я хреново по науке иду. культ скульптура вообще печаль. А вон у Рима все хорошо при этом. Компьютер потрясающие города строит конечно. В потрясающем месте ты имеешь ввиду? Да. блин такие мне кажется это карта 7 морей все-таки. Вау то есть это получается у тебя уже столица границы я вижу. Угу. То есть ты справа решил но я еще над ней подставлю город вот там где только что твой разведчик был и немного под твоим городом кстати интересная война между ну прикольные цивилизации вот у у фу тифус зифу и три кса цивилизации там в чат тебе написали цивилизации ты ты чар с íssивая чар и из чар только я правильно плыл но кстати очень странно раскидал потому что никто есть континент и то есть он очень большой и на нем вообще никого кроме гэгэш это тот который подо мной да вся какая нация шумер ну вот тобой один континент со мной вместе ухты варвары только нас пустыня но тут разделяет ну и тундра я вообще есть ни одна гигачка не нашел еще надо следить за этим поселенцем о мир заключили так надо купить я думаю караванчик ухты озарение для математики блин мне было у вас будет жить я уже тут в героический век перевыполнил все планы по выходу мило территорический вопрос нужно удалять удалять лучше ученичество а блин я не хочу ну ладно один ход лук поисследую на этом пока все продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока